Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю всех с наступившими и наступающими. А я в заключении собачьей темы хочу раскрыть еще пару нюансов, связанных с питанием. Когда, сколько и как кормить собак. Начнем с когда. Вот не устаю повторять. Все, что не происходит, на то есть своя причина. Вот не пережила бы я с Титаном эту его кошмарную смерть, так и не узнала бы все эти новшества. Время же не стоит на месте. Ученые постоянно проводят какие-то эксперименты, исследования. А мы все живем в 19 веке. Столько нового пооткрывали. Надо все-таки чаще интересоваться. Так вот, те, кто следят за прогрессом, наверняка уже знают, что на сегодняшний день передовые специалисты в области ветеринарии проследили тесную связь между условиями содержания животного и его способностью адаптироваться и подключать свой иммунитет. А так как наши звездочки, цветочки, бусинки по максимуму ограждены нами же от внешнего мира, то это зачастую им же вредит. Как говорится, любовь, которая калечит. Итак, открытие номер один. На основании проведенных многочисленных экспериментов современные специалисты не только не рекомендуют придерживаться какого-то определенного расписания кормежки собаки, а наоборот, сознательно смещать это время. Например, в рабочие дни, если вы сами раб расписания, вы можете давать завтрак своей собаке в одно и то же время. А в выходные дни это время нужно сместить, ну, скажем, на позже. То же можно делать и с ужинами. Смещайте время то раньше, то позже, как бы искусственно приближая домашние условия кормежки к естественным, то есть природным условиям. Это не такие уж и большие изменения, но вы удивитесь, они имеют свой вес. Открытие номер два. Ученые пошли дальше. После многочисленных экспериментов было доказано, что показатели здоровья собаки улучшаются в разы, если даже пропустить некоторые приемы пищи. То есть раз или два раза в неделю собака может пропустить завтрак или ужин. Ну, про интервальное голодание слышали все. И про то, какие чудеса исцеления происходят с организмом. Как оказалось, на собак это производит такой же целительный эффект, даже сильнее. Если вы наблюдательны, вы наверняка замечали, что собаки иногда сами пропускают прием еды. Скажу больше, кто заинтересуется этой темой, очень быстро обнаружит, что продвинутые хозяева даже устраивают своим собакам разгрузочные дни. Где-то раз в неделю. Только эти дни нужно менять. Опять-таки, для имитации природных условий. Это делается для того, чтобы мягко, без стресса, пробудить в животном заложенный инстинкт самовыживания. Это открытие номер три. Этим, так сказать, открытием, которое я только недавно для себя пооткрывала, кстати, уже очень много лет. Итак, подытожим. Все перечисленные рекомендации уместны в основном для взрослых собак. Щенку же во время его интенсивного роста необходимо полноценное питание. Просто старайтесь по возможности не приучать его к определенному жесткому расписанию кормежки. Это тоже очень важный освет. Так, это про когда кормить собачку. Теперь про сколько. В интернете очень много споров о какой-то определенной точной формуле питания. Сколько и чего в граммах? Ребята, оказывается, все намного проще. Не нужно ничего взвешивать. Я представляю, какой вой сейчас поднялся. Вы себе еду взвешиваете, а детям своим, даже груднички, кто больше ест, кто меньше, ориентируемся только на конечный вес тела. Так же, как и врач-терапевт, который проверяет вес грудничка на каждом приеме. Для этого находим в интернете таблицу веса собаки вашей породы по месяцам и смотрим, соответствует ли вес вашей собаки рекомендуемому. Набор веса щенков постоянно сравниваем с таблицей. Их вес спокойно можно проверять дома на домашних весах. Если оно вертлявое, берете щенка на руки и взвешивайтесь вместе с ним. Никуда не нужно ходить. Тоже относится и к взрослым собакам. Если вес выше рекомендуемого, значит порцию необходимо уменьшить. И, соответственно, наоборот, что случается крайне редко. Многие хозяева от большущей любви перекармливают своих питомцев. Причем все знают, что лишний вес пагубно отражается на здоровье и все равно перекармливаем. У самих лишний вес то там, то здесь. И вытекающие из этого проблемы со здоровьем. И собак тоже раскармливаем. А потом, «Ой, а шо случилось? Откуда у нас диабет?» Вес взрослых собак часто проверять не нужно. Только первое время, чтобы определиться с правильной порцией. Но, если ваш щенок после кормежки еще полтора часа вылизывает пол и стены в радиусе 500 метров от места, где стояла его миска, то этой всепожирающей машинке порцию нужно увеличить. Но, если вы кормите своего щенка, как теленка, только потому, что хотите, чтобы ваш малыш был больше, чем вовчарка у соседа, то имейте в виду, вы можете навредить его суставам, за что потом сами же и будете расплачиваться. Так, дальше выпью сегодня. Нос чешется. Хочу поделиться небольшим секретиком, наработанным годами. Напомню, Мишка, у меня, по-моему, уже десятая собака. Некоторые родители в первые полгода щенка из-за очень интенсивного его роста предпочитают четырехразовое питание. На мой взгляд, трехразовое питание с многочисленными перекусами работает лучше. В течение дня наш Мишка не только получал достаточное количество еды, но и постоянно чесал свои воспаленные десны. В этот период, как известно, у щенков режутся зубки, а таким способом я убивала сразу двух зайцев. И волки были сыты, и наша мебель сохранила свое первозданное состояние. Дорогие зрители, я не люблю веброшанничать, как Фейгин, например, после каждого предложения, но мне было бы очень приятненько, если бы вы поставили лайк. Вот прям сейчас, например. Спасибо тем, кто поставил. Так, и еще пару слов. В интернете полно сайтов, где показывают, как рассчитать каждый грамм определенного продукта. Ребята, совсем не обязательно быть профессором, чтобы понимать, что в природе полноценное питание означает, что нашел, то и съел. Поэтому не морочьте себе голову. Не нужно ничего взвешивать и вычислять. Придерживайтесь только двух принципов. Собака, животное, платоядное. Поэтому делайте основной акцент на мясе. И второй принцип. Как можно больше разнообразить ее рацион. Список продуктов годных для питания собак смотрите в или под этим видео. Я вам гарантирую, ваша собака будет в 100 раз здоровее и проживет намного дольше, чем та, что кушает самый дорогой корм. Просто не давайте ей продукты, которые вызывают у нее аллергию. Собаки, как и люди, все разные. У всех у них разная переносимость на разные продукты. Даже если вы не видите никаких внешних признаков. Сколько раз вы слышали, а некоторые даже и сами пережили, что собака не проявляла никаких симптомов болезни. а в один прекрасный день хозяева узнают, что у собаки или диабет или еще хуже последняя стадия рака. Пожалуйста, услышьте меня. Или сами начните исследовать этот вопрос. Но здоровье и жизнь вашей собаки зависит только от вас. Ну, ладно, на этом я прервусь, чтобы не затягивать это видео, а в следующем я расскажу о том, как кормить щенка тоже очень важный вопрос. История знает немало случаев, когда именно этот вопрос, вернее, его игнорирование стоило некоторым не только их здоровья, но и жизни.